Это модная история почти ровесница века. Началась она в то время, когда одежду уже перестали массово продавать на улицах. Да, мы научились отличать фирменное от просто импортного, а в нашем городе стали открываться первые бутики и салоны одежды. Все эти годы Светлана Кузнецова оставалась верна своему делу. Год от года развивала модный бизнес, увеличивая количество представленных брендов и точек продаж, не стремясь при этом к личной популярности и продвижению персонального бренда. Стиль ее руководства до гениальности прост. Интуиция, помноженная на анализ, постоянное обновление профессиональных знаний и порядок во всем. Мода в наше детство. Мы могли это узнать только из журналов. В магазинах мы этого точно не видели. Если в универмаге появились пальто, то вся школа в этих пальто и были вынуждены ходить. И в моем детстве картинка шьющей постоянно мамы, начиная от портьер, скатерти, весь домашний текстиль и до выходных нарядов осталась в памяти, как да, это возможно, все дома. За прям машинку я, может, класса с третьего уже могла какие-то швы шить. Начиная с пятого, это составлялся гардероб в пионерский лагерь. Пришивались лампасы, варилась ткань, пошли джинсы варенка, это все варилось в кастрюле. И там что-то с мамой постоянно придумывали. Мама инженер по образованию, технолог. А это именно как домашнее хобби, она просто это привила мне как дочери и в дальнейшем это пригодилось. Изначально 7 лет я отношения к моде не имела. Это была большая централизованная бухгалтерия, крупного универмага. Возможно, я бы и проработала в качестве экономиста многие-многие годы. Если бы мое предприятие в то время, где я работала, не стало развиваться в сторону строительства новых модных магазинов. И туда потребовались новые люди. И как сейчас помню отдел кадров, кто занимался подбором новых сотрудников для нового магазина, ключевая фраза у неё была «Я смотрю, ты шьёшь, вяжешь, будешь заниматься женской одеждой в новом магазине». В 24 года я впервые выехала на крупные заказы. И когда я увидела, что может быть много модной одежды и сразу, и не надо это придумывать, то тут немножко подкосило мое представление, что неужели можно быстро прийти и купить? И ты уже завтра в новом образе, в новом луке, тебе не надо додумывать. И я точно скажу, даже сейчас абсолютно крупные женские коллективы формируют моду внутри предприятия. А как его там воспримут? Именно в повседневной жизни качество одежды проявляется намного быстрее. Если мне клиент говорит, я ваши брюки ношу 3 года, у меня офисная работа, то есть она сидит. Ткань должна быть очень прочная, то есть швы и качество, что всё должно этому соответствовать. Первые салоны 14 лет назад, когда возраст моих клиентов был старше. И когда они говорили, деточка, скажи своему директору, что я покрупнее того, что вот он привёз. На выставке, находясь на заказах, ты не видишь одежду больших размеров, она отшита в маленьком размере. И работа шла непосредственно с производителем на выставке, когда мы говорили, что вот этот ваш крайний размер, он у нас даже не средний, он у нас маленький. Давайте-ка вот прибавляйте. И там же на выставке переориентация была на бренды, которые просто сразу отшивают размеры, начиная с 50-го российского. Прибавлялось по размеру, начиная от 5 размеров, сейчас у нас 11. На осень подходят ещё 2 размера и будет 13 размеров, до российского 64-го. Выход в большие размеры, он только был от клиентов. Каждый выбранный мной бренд, у нас их более 30 брендов, и каждый бренд со своей историей, со своей философией. К любому производству, к любому бизнесу очень-очень расчётливо относятся, не на авось. Никогда в ущерб качеству вещь не будет произведена. А допустим, брючная фирма, которая у меня присутствует, они рекорд в мире произвели 1,3 млн брюк в сезон. Поэтому и цена, и себестоимость падает, и она абсолютно устраивает наших клиентов. В данный момент у нас представлено 100 моделей брюк, 100. В каком где-то бутике, то есть мы ходим, 3 модели, 2 модели, 6 моделей, 22 модели. У нас 100. Мы же собираем команду, конечно, единомышленников. То есть без обратной связи, без разговора с клиентом невозможно поехать на выставку. И полностью всё под запись девочки всё это в салонах пишут, чтобы на следующей выставке убрать те модели, которые где-то тянут, где-то там при эксплуатации вещь как-то себя неправильно показывает, то есть неудобно, рука тянет, руку не поднять. Бывает при примерке это не видно, а в носке что-то. И всё это полностью на выставке учитывается. Если это заказы, то ты тоже едешь с матрицей заказов, это цифры, и включаешь интуицию на именно… Здесь не интуиция, здесь больше вдохновения. Всё. Я считаю, интуиция должна быть оцифрована. Оцифрована. Эмоция, вдохновение, интуиция, но положенная на цифру. Тогда это будет называться бизнесом. А не украшением. В ведении предприятия нет ни одного бизнес-процесса, который не важен. Персонал, его обучение обязательно. Заказ новых коллекций, то, что они новые, то, что они из новых тканей, обязательно. Салоны в центре города с наличием парковки обязательно. Всё в порядке с оплатой, со счетами в банке, всё обязательно. Бизнес настолько должен быть структурирован. Я не могу сказать сейчас, что не важно. Персонал, по моему мнению, это моё всё, это основа предприятия. У нас обучение по сервису проходит два раза в неделю. Мы приглашаем со стороны стилистов, чтобы не вариться в собственном соку. То есть они проводят обучение с персоналом и аттестацию проводит уже сам стилист. Это внутренняя какая-то работа на предприятии. Но когда они же сами говорят, вы знаете, вот эта фраза помогла подсказать клиенту, помогла ему купить, помогла ему решить задачу, и у них в глазах это написано, что мы не продаём и помогаем купить. Вот это лозунг, это миссия. Миссия.